Дорогие друзья, вашему драгоценному вниманию продолжение большой темы Завершение перехода отзывчивость Отец Абсолют Читает Лора Шереметьева Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мне хотелось бы остановиться еще на одном понятии, которое, как я вижу, многим из вас воспринимается неверно. И речь пойдет о том, что такое отзывчивость в ее истинном божественном понимании. Люди привыкли к тому, что отзывчивость на чужое горе – это в первую очередь посочувствовать человеку и попытаться ему помочь. Но мы с вами попробуем отделить зерна от плевел и посмотреть, где проходит граница, отделяющая отзывчивость в людском понимании этого слова от божественного, которое возвышает души людей, как оказавшиеся в беде, так и тех, кто пытается им помочь. Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Человек потерял работу, впал в депрессию, обозлился на весь мир, обвиняя в своих несчастьях всех, кого только можно. Как обычно, в такой ситуации ведут себя его близкие. В чем проявляется их отзывчивость? Они начинают жалеть страдальца и поддерживать его причитание о несправедливости жизни, злом и коварном начальнике, который выгнал его с работы, а сослуживцев, которые его подсидели, о жестокости жизни и в лучшем случае посоветуют ему искать новую работу и даже могут принять участие в таких поисках. Такова обычная реакция людей трехмерного мира, находящихся на одной волне с этим человеком. К чему она приводит, вы уже знаете. Она лишь подпитывает и так непростую ситуацию, еще больше наполняя ее эмоциями жалоб, агрессии, суждения, обвинения и прочими негативными энергиями дуального мира. А как же должен отреагировать на эту ситуацию человек, чья отзывчивость вышла уже на другой божественный уровень? Прежде всего он пошлет этому человеку всю свою любовь, чтобы растворить в ней его страдания. И только когда он увидит, что тот успокоился и в состоянии рассуждать здраво, он скажет ему, что все в этой жизни не случайно. И всегда происходит именно так и именно тогда, когда приходит время менять свою жизнь, выходить на новый уровень своего существования. Он попробует вместе с ним посмотреть другими глазами на ситуацию, сложившуюся у него на работе в последние месяцы. И тот сам увидит, что жизнь буквально выталкивала его с насиженного места, чтобы открыть ему другие, новые горизонты. И когда он убедится в правоте этих слов и поймет, что все к лучшему, то посмотрит на жизнь совсем другими глазами, с интересом и с любопытством, что уже изменит его энергетическую составляющую, а значит даст толчок к созидательным действиям. И здесь очень важно помочь этому человеку найти дело своей души, которое будет приносить ему не только деньги, но и радость, моральное удовлетворение и бесконечное творчество. Нужно помочь ему преодолеть страх неизвестности, уйти от привычных стереотипов, вселить в него уверенность в собственных силах. Нужно найти такие слова и такие примеры из жизни, которые покажут ему, что нет ничего невозможного. Для человека, который обрел внутреннюю свободу и что сама жизнь будет помогать ему на каждом шагу, если он пойдет по своему пути. Тому, который выбрала его душа. А не случайные обстоятельства. Именно так, родные мои, будет проявляться истинная отзывчивость, которая явится для пострадавшего спасательным кругом, протянутой дружеской рукой, которая выведет его на свет из этого мрака, в котором он оказался, и раскроет ему глаза на самого себя. Очень важно, чтобы человек научился видеть свои собственные слабые и сильные стороны, глубинные причины происходящего, чтобы он переключил свое сознание на созидательный лад и понял всю бессмысленность и безысходность позиции обвинения и осуждения. И если вы поможете ему в этом, то проявите отзывчивость в божественном понимании этого слова. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему отзывчивость. Продолжение следует...